Половина жизни Беларуси и половина жизни России, я считаю, что я их понимаю, как устроены обе страны. Честно говоря, я считаю их похожими. И пока в России происходит то, что происходит, Беларусь будет происходить ровно до того, что происходит. Если там начнутся перемены, то будущие копии экономически и политически беларуськая маленькая России там будут перемены, здесь тоже будут перемены. Вот поэтому, скажу честно, на разрушение того порядка вещей, хотя исторически за 12 веков сложно это предвидеть, но мы все-таки надеемся. И направлено на нашу программу «Смитрий Потапин», которую мы два года уже ведем. Каждый выпуск набирает от 100 до 200 тысяч просмотров, и он называется самая популярная программа «Рунета». И эксклюзивно для нас, для школы, второй раз Дима дал нам интервью, я прошу его. Друзья, смотри! Здравствуйте, уважаемые участники летней школы адвокативно-влиятельных людей Беларуси. Я Евгений Романенко, и нахожусь в состоянии приятной интеллектуальной шизофрении. Не только вместе с вами сейчас, но и по ту сторону экрана. И вот уже во второй раз по традиции рад представить вам заочного участника школы, экономиста и предпринимателя из Российской Федерации, единственного из известных мне российских предпринимателей, публично произносящих словосочетание «Австрийская экономическая школа», «Анархокапитализм» и фамилии Мизоса и Хайка, Дмитрия Потапенко. Дмитрий, здравствуйте! Добрый день! Тема школы в Беларуси называется «ГПС для человека, бизнеса и правительства. В современном мире конкуренции и дизрубции», то есть созидательного разрешения по австрийскому экономисту Шумпетеру. Скажите, пожалуйста, что было для вас эдаким «ГПС» в бизнесе в России последние четверть века, 25 лет? Идеи, книги, гуру бизнеса, инсайдер во власти. Ну, если говорить о «ГПС», конечно, вряд ли это гуру, потому что основная проблема, которую я вижу в российском бизнесе, да и вообще в бизнесе бывшего постсоветского пространства, это то, что, в общем, условия игры меняются каждые три месяца. Это, ну, я говорю как раз о нормативности. Если говорить о том, что было таким, ну, в кавычки поставлю, это путеводной звездой, то, наверное, это такая вещь, как адекватность оценки решений и действий клиента, потому что до тех пор, пока мы не наладим и не будем каждую секунду перепроверять, как мы взаимодействуем с клиентом, насколько мы адекватны, насколько мы находимся не в точках экстремума при проведении тех или иных исследований и, соответственно, получения на них ответ, то говорить о том, что мы будем как-нибудь позитивно развиваться, это бессмысленно. Поэтому, на мой взгляд, ну, еще очень важная такая ремарка к этому же вопросу. Очень крайне важно, я всегда говорил коллегам, что когда ты выходишь на татами, важно чемпионом не стать первый раз, а важно быть чемпионом второй раз. Почему легко, в кавычках, стать чемпионом первый раз? Потому что ты можешь, что называется, слепая судьба может тебя туда засунуть. А вот когда ты выходишь на соревнования второй раз, все уже знают, что ты уже был чемпионом, и тебя начинают гасить прямо с первого боя. Вот крайне важно обнуляться и помнить, что когда ты выходишь уже второй раз, то, в общем, даже самый последний сопляк может оказаться очень крайне сильным соперником. Вот, наверное, эти два посыла, то есть обратная причинная и следственная связь и обнуление каждый раз перед каждой новой задачей, он, наверное, мне кажется, вот можно назвать его GPS. Главный вопрос нашей школы, над которым ломают голову ее участники, нужны ли свободе в современном мире направляющие, эдакое подталкивание или направление? Если да, то посредством каких институтов, законов, практик, традиций и норм? И почему не сработало это подталкивание в России, если оно было и в странах бывшего СССР? Ну, тут главное не доводить все до абсолютизма, потому что, как мне кажется, абсолютной свободы не существует, потому что, ну, условно говоря, застрелиться – это свобода или не свобода? Вроде как бы в данную, в ту секунду, когда мы стреляем себе в лоб, мы вроде как бы распоряжаемся своей жизнью, но является ли это свободным решением? Или это решение возникло под действиями тех или иных ограничителей или, наоборот, степеней свободы? Ну, то есть, что есть разум? Это крайне непростой вопрос. Поэтому, на мой взгляд, если говорить «нуждается ли?», сам по себе вопрос бессмысленный. Если вы считаете, что вам нужно там кого-то куда-то направлять, направляйте, но только воду невозможно в решете удержать. Поэтому какой-то там, условно говоря… То есть, стенки-то решета точно будут мокрыми. Другое дело, что объем в основной воды уйдет мимо. Но вы, если взять, опять-таки, то, о чем я говорил в ответе на первый вопрос, линию экстремума, и вы возьмете вот самое начало этого экстремума, то вы можете считать, что вы кого-то направили. Хотя, конечно, это ложь. В последние 20 лет в команде Владимира Путина так называемые «сисливы» или «системные либералы» – это подталкиватели к свободе или, наоборот, ее де-факто тормоза? И почему в России до сих пор популярно мнение, что экономическая политика России проводится либералами типа Кудрина, Орешкина, Набиулина или Силуанова? Ну, если говорить о так «сисливах», то, конечно, никакая экономическая политика в России не проводится либералами, она проводится силовиками, а в данном случае используется маркетинговый, если здесь применимо это слово, оно здесь очень неплохо применимо с точки зрения создания политического консенсуса или политического консенсуса в СМИ, когда вы точно принимаете, что во всем виноваты так называемые системные либералы или просто либералы как-то вы. Раньше это были дерьмократы, сейчас это либерасты или пятая колонна, поэтому с точки зрения вот этого консенсуса между властью, СМИ и народом, что есть некий мифологический персонаж, из которого даже надо создавать, еще и туда можно добавить Чубайса, ни Чубайс, ни Кудрин, ни, там уж, простите, Набиулина, никоим образом на сегодняшний день не влияют на экономику, потому что, если мы говорим, чем занимается Чубайс, чем занимается Кудрин, к власти они имеют весьма посредственное отношение, если мы говорим о Набиулине, то ее руководитель – это Владимир Путин, и он, в общем-то, управляет тем, что мы можем ошибочно назвать какой-то монетарной политикой Центробанка, поэтому здесь это хороший маркетинговый бренд, точно такой же, как бренд Сталина, бренд алкаша Ельцина или бренд Горбачева, ныне еще живущего, поэтому все превратилось из реальной сущности в их альтер-эго, я бы сказал бы, просто в пустышечные бренды, коими, конечно, не являются, никаких системных либералов и никакого управления Россией либералами не происходит, обычные силовики, обычные феодалы. Сейчас на просторах бывшего СССР мы наблюдаем такое современное внешнее подталкивание в виде уникальной комбинации факторов, которых раньше не было. Это прорывные и разрушительные дисрапшн-технологии, четвертой промышленной революции, активизация конкурентов в лице Китая, Индии, Европы, отток мозгов и капитала, создание мощных горизонтальных структур сетей и взаимодействия людей в режиме P2P, когда нет централизации, а также быстрая экспансия новой энергетики. Смогут ли власти России, Белоруссии и других авторитарных стран региона эффективно противостоять тем тенденциям и пытаться их нейтрализовать? Я думаю, что их задача уже давно не стоит сколь-нибудь противостоять и встроиться. Они будут жить и создавать свой мирок, в котором они, в общем-то, и привыкли. Это образ мышления ни одного из, по сути дела, ни одного из руководителей бывшего постсоветского пространства, которые остались в этом постсоветском пространстве, нельзя назвать сколь-нибудь встраиваемым в действующую экономику, в действующую политику. Поэтому вот даже если мы говорим про Россию, то если вы почитаете документ, который говорит об энергетической безопасности Российской Федерации, то там записано следующее, что абсолютно все технологии, которые есть с альтернативной энергетикой, являются вызовом и являются, соответственно, угрозой безопасности, энергетической безопасности России, извините, за тавтологию. Поэтому от осинки не родятся апельсинки, и никогда ни один директор совхоза и директор клуба офицеров не сможет быть развивателем. Они всегда будут охранителями, ну, в крайнем случае, могут посеять картоху, а потом ее собрать, причем в день посева. Это предел. Сегодня в России, а также в Беларуси, большое влияние, все большее влияние на мозги правителей оказывают валаамские афонские мудрецы мистики, а не наука. Даже Роскосмос имеет своего духовника. Шаманство религиозных организаций – это подталкивание к чему, и как ему противостоять нам, умным людям? Ну, нам противостоять этому невозможно. Дело в том, что мы не являемся сколь-нибудь влиятельными людьми для власти. Это первое. То, почему экстрасенсы и вся остальная шваль рядом находятся с властителями, потому что у них нет другой опоры, потому что они должны как-то себе объяснять те провалы их экономической и политической сферы, которые они производят собственными руками. Потому что, конечно, можно и должно, я подчеркну это слово, должно продолжать списывать на проклятых буржуинов, на, соответственно, Дональда Трампа, на Ангелу Меркель. Но этих аргументов слишком мало, и хочется найти какое-то мистическое обоснование, почему Беларусь, Украина или там Россия или еще кто-то войдет в 21 век или станет оплотом какого-нибудь славянского мира, основа которого найти практически невозможно. Поэтому это как в любимой нами мастер и Маргарита, когда у вас саркома легких, вы начинаете бросаться к врачам, гадалкам, к знахарям, что, в общем, что первое, что второе, что третье, одинаково бесполезно. Но они это делать будут по причине того, куда им деваться. Фактор войны нельзя не учитывать. Война как жесткое такое подталкивание к тому, чтобы полиши и опиньенмейкеры, в конце концов, попытались выучить уроки истории и приняли такие аксиомы науки о человеческой деятельности к своей собственной деятельности. Какова вероятность открытой горячей войны с увлечением России, Соединенных Штатов Америки, Китая, Турции, Израиля, Ирана и Европейского Союза? Войнар всегда организуется исключительно в рамках экономических парадигм. То есть войны должны зарыть те ошибки, которые сделаны. На сегодняшний день ошибок, хоть их и много, и мы часто о них говорим, но ошибки не являются фатальными, поэтому открытого вооруженного конфликта я, честно говоря, не вижу даже предпосылок. А локальные конфликты с использованием сил специального назначения или так называемых ЧВК, да, возможно, на сопредельных территориях. Другое дело, что открытого широкого поля они носить не будут, а, в общем, те, кто идут в ЧВК, четко понимают, почему им не будут выплачивать те деньги, которые я обещали до того, как они туда пришли. И поэтому труп они будут, их родные и близкие будут выкупать у своих бывших оппонентов. Поэтому здесь каждый выбирает свой путь, но прямого открытого конфликта государств я не вижу. В последние 20 лет в ползучем режиме идет социализация интеллектуального поля Америки и Европы. Почти 60% демократов США хорошо относятся к социализму. Большинство американской, британской, французской молодежи за большое государство. Что на Западе пошло не так? На Западе все идет так. Дело все в том, что это вообще же нормальные парадигмы, это нормальный маятник, когда человек вместо того, чтобы принять на себя ответственность за свою жизнь, хочет передать эту ответственность кому-то. Поэтому, когда мы говорим о неких социальных или социалистических идеях, это всего лишь нежелание человека, это такая инфантильность. Она должна быть, и пусть она будет, и даже в некоторых государствах пусть эти государства проголосуют, а мы посмотрим, как они постараются построить некий социализм. Потому что для меня все эти так называемые левацкие идеи легко разбиваются об один единственный вопрос. Я готов не только поверить, но даже стоя аплодировать за эти левацкие идеи, если в основе каждой из них будет лежать создание трудом какой-то там добавленной стоимости, какого-то альтернативного продукта. Но, к сожалению, в основе всех так называемых левацких идей в первичном накоплении капитала стоит обычный грабеж, когда, попросту говоря, мы сначала вот у того отберем, а потом начнем как-то управлять, чтобы потом по-другому распределять ресурсы. Я всегда говорю, не надо ни у кого отбирать. Вот у тебя есть альтернативная, соответственно, альтернативная площадка. Пожалуйста, своим псевдо-социалистическим трудом покажи, как это работает. И мы с большим удовольствием, как я уже сказал, не просто стоя, а аплодируя, буду, как говорится, полностью поддерживать вот этот псевдо-социализм. На вопрос, что государство должно делать в 2018 году, белорусы ответили так. Обеспечивать льготы и пособия 95,4% опрошенных, выплачивать высокую стипендию 87,8%, обеспечивать пенсию 98,9%, обеспечивать бесплатное среднее образование 96,7%, обеспечивать бесплатное высшее образование 88,7%, обеспечивать качественное медицинское бесплатное, следует полагать, обслуживание 98,4%, гарантировать трудоустройство 95,3%, обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание 95,9%, помогать при покупке жилья, давать льготные кредиты 94,0%, обеспечивать соблюдение работодателями обязанностей перед работниками 98%. Налицо диагноз печальный, левиафан головного мозга. Подозреваю, что и россияне им больны не в меньшей степени. Как эту болезнь лечить? Ведь ей поражены и интеллектуалы, и бизнесмены, и журналисты, и популярные персоны. Я думаю, что ее не надо лечить. Я думаю, что эти люди должны получить то, что они хотят получить. Если они хотят получить себе ермо на шею, им не надо противодействовать. Я считаю, что человек должен есть полной ложкой и посмотреть, собственно говоря, если он хочет быть рабом, то ему надо дать эту возможность. Это именно, собственно говоря, и есть рабство, когда мы говорим, что что-то или кто-то в данном случае, потому что все время обезличивается, эта штука под названием государство, она нам что-то обеспечит. Я всегда задаю вопрос, а почему вы решили, что этот кто-то, если вы ему передали бразды правления и, более того, передали всю полноту власти, всего управления, в том числе и наказание вас же, вдруг ни с того ни с сего, этот кто-то будет работать на вас. То есть если у вас нет возможности, у него есть возможность вас расстрелять и посадить, а у вас нет его возможности расстрелять и посадить, то почему он должен работать на вас? Поэтому мы можем им только пожелать вкусить все плоды и их желания. Бойтесь своих желаний, они имеют особенность исполняться. В романе «Айн Рэнд» Атлант расправил плечи, которые так любят отечественные предприниматели, особенно молодые. Есть сцена, когда система, которую добровольно покинули Атланты и предприниматели, на плечах, которых все, разумеется, держалось, закономерно развалилась на куски. И главные герои, предприниматели, готовы опять на ее обломках строить настоящий капитализм. Возможен ли такой сценарий в России вообще в обозримой перспективе? Ну, я думаю, что невозможен, потому что на сегодняшний день, по крайней мере, то, что мы ожидаем, это 2021-2022 год, как я уже говорил, это перелом, это экономический перелом в России. Ну, понятно, что есть мировые тенденции, которые будут этому правовесникам и будут спусковым механизмом. А после этого будет приход животного под названием крайне левый, крайне националистический и крайне военизированный. Поэтому еще после, соответственно, этого 2021-2022 года, еще ближайшие 5-7 лет будет куда более жестоких репрессий и гонений, чем были сейчас, и только после того, как эта хунта наиграется, теоретически только возможно, что она будет, ну, сначала выжжив полностью поле, только теоретически, может быть, она начнет искать каких-то новых экономистов. Но к тому времени этих экономистов будет сложно вытащить, потому что они либо будут все уничтожены, либо будут находиться в эмиграции. Это означает, что не будут обладать полнотой информации, которая есть на сегодняшний день в России, ну, на то время в России. Спасибо, Дмитрий. Это был экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко, заучный участник летней школы адвокуси влиятельных людей в Белоруссии. Ну, а сейчас, уважаемые участники Атланты белорусские, собравшиеся здесь на Браславских озерах, предлагаю приступить к обсуждению. Вот, самое главное, вот, много можно обсуждать, да, но я хочу, чтобы вы отрефлексировали на достаточно пессимистический прогноз, что ожидать изменений в нашей соседке можно через 27-30 год. Да, да, я имею в виду лучших. Нет, худшие это как бы уже происходит, но видно, что происходит, да. Но 27-30 год это еще 10 лет достаточно такого жесткого статус-код с улучшением. Что вы думаете? На моменту мы, в общем-то, будем в твоем возрасте и под нотареем. Ну да. На примере, может быть, лучших Украины. Друзья, вы знаете, в России тоже самое, даже лучше, чем в Украине. В целом, любаясь российские армии, вы конечно, и я, честно говоря, не пожелаю никому. Ну, Дмитрий, нет политических амбиций, у меня тем более. В общем, мы, скорее-таки, храникеры константапные. Я предлагаю, в общественной диалоге, мы вам больше упражающее. Скажите, пожалуйста, кто работает с рынком российской генерации? Что скажете? Я, знаете, не о рынке скажу. Работать на рынке Российской Федерации стало в последние годы проще. Намного. Потому что реальная ситуация с рублем, которая сложилась в России, она показывает реальные потребности. То, что было года три назад, это завышенная возможность, завышенные потребности. Все, что мы везли отсюда из Белоруссии, проглатывали в три приема. И на это мы попались. Сегодня я разговариваю со многими бизнесменами. Те, кто выдержал конкуренцию с ценой и качеством, в России принимают себе всяких запретов. Отмечается мясо, молоко и все остальное. Что хочу сказать по этому интервью? Моя цена и, может быть, позиция Ярослава здесь такая же. Более взвешенная такая осторожная позиция Владимира Николаевича Корягина для руководства. Очень резкие, полярные позиции. Путин и мы. Путин не прав, но мы правы. Путин в этом случае говорит, вы не правы, я прав. То же самое происходит и в Белоруссии. Мы не предлагаем никакого компромисса. В любом случае с властью надо договориться. Хорошая она или плохая. Наши позиции не дают возможности власти безболезненно провести те изменения, которые выгодны им самим. Путин давно наелся. Он сытый, Горгиевич. Помните убить дракона? Вот говорят, зачем убить дракона? Придет новый дракон. Ему опять надо кушать. Придет новый президент Белоруссии. Вот эти 18 коттеджей президента, он не засеет. Он будет строить новый коттедж. Потому что нужно время 10 лет после Лукашенко. Ну, я не знаю, я очень спокойно отношусь к его власти. Но нужно 10 лет, чтобы новые пришли, которые будут работать на народ. Как правило, показывают после сильного лидера, приходят те, которые взяты у него самое худшее. Напушатся, наесться и так далее. Украина показала. Я к чему хочу сказать. Выводы, которые мне окажутся из нашей школы. И выводы, особенно вот этого молодого человека, который очень взвешенно, спокойно говорит. Нужно предлагать то, что... Я все время хочу сравнить. И в соответствующем году. Ну, он прекрасно выглядит. Смотрите, я хозяин бизнеса, да? Ко мне приходите вы, как советник, говорите, ну, Михаилович, про меня вот это, вот это, вот это. Думаю. Слушай, я после всех этих изменений потеряю бизнес. Будет хорошо моим работникам, но меня там не будет. Я приму ваших предложений. Мне кажется, задача школы, которую готовит Ярослав, аналогов я тоже ее не знаю. И аналогов я знаю, только в России, когда Путин принудительно возит эти четыре паровоза, да, парохода. Когда они садятся там на пять дней, сидят, дискутируют, ругаются, матерятся, кушают, пьют. Все что угодно делаете. Только привезите четыре-пять новых дней. Последние два года, он, по-моему, не возит эти пароходы уже, да? Ну, как раз этот какой-то кризис. Андрей правильно сказал, когда он связался с этими товарищами из Гуру, да? Что это там происходит? Ну, это затемнение нам пройдет, поверь. Еще полгода, вот, я разговаривал с батюшками, они говорят, что такое бывает иногда затемнение. Я к чему? Мы не предлагаем ничего. Начал скоро разговаривать. Смотри, не увлекайся. Нет, нет, нет. Бизнес потерять. Каждый за тело президента воюет. И они воюют, потому что они получат свои дивиденды. Я Иларионову говорил два года назад. Андрей, вы его предали. Вот пускай они обижаются. Они, когда сказали, что действовать надо после 2008 года так, 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 Путин их слушал, а потом, когда ему, как это сказать, говорят, не предлагают, а говорят, сделай так, 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 или он уйдет, он принял решение уходить. Эта команда была кудрена его и так далее. У нас грозит то же самое. Сегодня президент сидит целый день, я, как вы посмотрите, в интернете написал свои, целый день сидит с силовиками, разбирается в экономике страны. Это бред. При этом там, по-моему, насколько я знаю, нет ни одного экономиста. Потому что те экономисты, которые... Кто-то здесь сказал, давайте позовем министра экономики. Ну что он там скажет, да? Кто это? Глава нашей... Агнистрация. Нет, это не макеистр. Макеи сказал. Вот сегодня никого приглашают. А когда ты придешь, помнишь, у нас с тобой жил в ресторан? Да, да. Я тебе как говорю? Ты за три минуты успел... Семь раз перед резких слов. Я поехал к своим, сказал, он сдержит, ты мне пообещал. Полгода прошло, и ты начал резко, ты не умеешь ждать. А здесь нужно ждать. Водить... Какой-то самый лучший менеджер в этой стране, после Лукашенко, Мясникович, он умеет так аккуратно расставлять фишки, расставлять сегодня, что влияние этого человека... Гигантский, да. Гигантский. Кто из вас... Ну, я в чем... Это сфера. Россия сегодня бизнесменом и родили. Но надо действовать по-другому. Я еще когда-то Семашко говорил. Я бы действовал сегодня, и предлагаем сегодня Лукашенко. Давайте работать с немцами. Технологии. Ну, вообще, это так и позже, потому что уже вышли за... Российские рынок... Вышли за рамки дискуссии. Николай, то же самое. Знаете, я на российском рынке работаю 20 лет, разные этапы были, да? Надо разделить политику и бизнес. Если говорить о бизнесе, то я не испытываю проблем на российском рынке. Другое дело, что наступает отнателенное насыщение, всегда надоедает. Вот это однобрать. Сегодня, не сегодня, а три года назад я поставил задачу, что надо идти на другие рынки, надо больше продавать европейские, разбилить хотя бы Россию и европейских союзов, примерно, поров. Ну, для начала хотя бы 25 на 60. Потому что когда-то я продавал в Россию 92-95 процентов, северный рынок 65, все остальное уходят в другие станции. Что касается рынка, рынка как такового, он последние три года стагнирует. Нет роста. Нет роста. Но он застыл на каком-то определенном уровне, и все. И ничего, изменений не происходит. Другое дело, что стал непредсказуем российский рубль. Ведь мы все покупаем сырье европейское, оборудование европейское, периферийное оснастное и прочее, а получаем российских рублях. Поэтому мы очень сильно зависим от этой ситуации. То есть от политики, проводимой Россией, в итоге зависит сам бизнес. Другая сторона, мы ведь, нас всех с вами, это как вот в Украине или на Украине, да? Там и в Белоруссии, или в Белоруссии. Понимаете, в последнее время, мне, например, режет слух, почему ответственные люди, руководители большой страны, так унижают мою маленькую страну, маленькую, бедную, беззащитную, которая вот, ну что, не можете выучить название. Мне кажется, это делается умышленно, регулярно. Вот мы так и решили, так и будет. Это примерно как попытка украинцам сегодня, а давайте мы Россию в Москве и назовем, мы их этим будем колоть. Ну, послушайте, все сложилось так, как сложилось. Поэтому, в целом, я думаю, что белорусскому бизнесу нужно осознать одно. Нельзя сделать, класть яйца в одну корзину, ставки на одну лошадь, нужно раскладывать, нужно понимать, что вокруг нас много других стран, и просто сотрудничать со всеми, и в области экономики, и в области политики, и в области всего остального. Спасибо. Но, Ярослав, если вы наблюдали за последним форумом региона в Питере, да? Я специально вот сидел себе в Кемпинете, просто было время, послушал выступление наших чиновников, да? Все как один попросились по ту Россию, все как один готовы поднять белый флаг туда, в это экономическое пространство. Абсолютно. И никто из наступающих не говорит о том, что вот мы все-таки второй смысл здесь производим, все прогибались по ту Российскую Федерацию. Вот там замминистра, посла, и все составили. Я разговаривал с людьми, потому что не надо шартифицировать, подбесить свою продукцию, да, чтобы повода там вискровать. Не надо въедрять в современную форму отчетности, да, о чем тут Андрей говорил. А вот так, простите, но... Друзья, смотрите, вопрос, я разговаривал с людьми, которые были в переговорах в Питере, да? Да, настроение нашего руководителя было крайне мрачным, нервным, ни с кем не разговаривал. И вот такого вот чиновника, да, директора, они хоть завтра в России станут совершенно очевидны, да? У них вот очень небольшого количества людей есть осознание того, что это их страна, что это их бизнес, что-то непосредственность. Но, я просто еще буквально три минуты посмотрите одно интересное интервью, которое дал очень известный в России человек, который 25 лет работал и хвалил власть, который считал, что заниматься политикой не надо, и он ей не занимался. И вот смотрите, где он оказался. Я просто сейчас вам не буду говорить, как его зовут, но, очевидно, вы его узнаете. Особенно Варя. Садовский. Я не знаю, как, но, судя по всему, они подслуживали много разговоров оппозиционерных. Да. И в какого-то момента я стал говорить, больше на оси инвестировать нет смысла, и я буду отговорить деньги. И они, естественно, вечно, ну как сейчас полицейский мозг, они как-то адплетируют слово «владеть», «деньги», «зарубеж», «богатые», «мягкие», «крупные суммы». Это сразу криминальная дивиденды. Как принято это делать? Я думаю так. Вот сейчас, после того, как я посчитал эти заключения, я думаю, что вот оно отсюда пошло. Ну, конечно, оно вредит в виду, что законы укропатят дивиденды. Я уже не вижу смысла инвестировать в России. Я лучше буду там брать в аренду эти помещения в анкротившихся дилеров. А деньги инвестируют за границей, чтобы там, где есть еще, где можно создать клуб. Вы знаете, кто это? Владелец Рольф. Да, Владелец Рольф. Да, Владелец Рольф, да. В Аршайе 90-х годов кто-то не висал, не висал. Один ресторан, вот так вот начали насиловать эти силовики, и на следующий ресторан прекратили работу. И после этого все. Вот нашел и способ Варшая 90-х годов, тысячи девятьсотов, без всяких вот таких вот пикетов, сборов. Ну, вы представляете, чисто гипотетическую ситуацию, когда Россия, после дела Рольфа, переставили, да. Все страны, старого города. Все. Ну, там, неизвестно. Не могу представить. Не могу представить, поэтому именно... А это из-за солидарности не может быть, что это просто экономически? Люди так мыслят очень на корокую. Они все думают, я сам беглась, я не буду создавать и помогать. Вы говорили, что на машину... А, угу. То есть, вот... Это... Я не знаю, в какой форме. В России, конечно, и так получится. Но получится не так, как в Варшаве. Но я уверен, что это нужно сделать. Весь вопрос... Просто так как от того, что вы сейчас говорите, многое зависит. Если вы сейчас придумаете, что можно сделать, то это сделают. А если не придумаете, то не сделают. Я боюсь, что эту вещь очень трудно придумать. Я могу придумать, но ведь вы сами говорите, не станут там все превращать продажу машин. Это очень многое это. Мы конкуренты. Люди думают всегда очень коротко. Они не такие дальновидные. Они так хорошо понимают, что мы сейчас вот это для всех. Ну, журналисты тоже конкуренты. Когда Булнова схватили, логика простая, если завтра не ввоз, сегодня тебя. Вот здесь я... Я просто знаю всех наших. Мы самые крупные компании в этом сегменте. Идемте туда. Никогда же от журналистов я не услышу, как я слышу от моего конкурента там. Послушай, что это ты критикуешь правительству или президента? Тебе дали возможность заработать такие деньги. А ты как себя ведешь, как ты критикуешь? То есть они же не любят машину? Нет, они не любят быть нелояльным. Они не любят, что кто-то другой, не такой, как они. Просто понимаете, вы же продавали эту машину. Я не знаю, как ты сами к машинам относитесь. Говорят, не очень. Ну, в смысле, не самостоятельно. Да, я не такой же. Но вообще-то, ну, вот, вообще-то вы продаете счастье. Буквально, потому что, особенно 90-е годы. Начиная покупка машины, это просто истинное наслаждение личное. И какая связь с себя? Ну, люди продают радость. Как они могут, не понимаете, как говорят, они не себя-то не ведут. Они оружие делают, они работают с человеческим... Чтобы там люди выросли в атмосфере, где всегда есть какая-то центральная вертикаль. И где они выросли в какой-то нищете. Они не считали, что это они сами заработали, они считали, что им позволить. Это другая, это геотическая проблема. Вот такое вот это заявление сделал один из совладельцев бизнес-кара, Илья. Да, и он при этом свято уверен, потому что хороший человек, он так уж он приедет в основной машине, он хороший бизнес-кара. Но он считает, что это не моя работа. Он считает, что мне позволили, и я должен благодарить всех полицейских и всех государств для него все едино. Ну, то есть это другая. Красивый парк, вы часто отсюда уезжаете? Часто. Я думаю, что мы это бы сложно посмотреть. Вот. Слушай, Шрифт, я ему с ним не договариваюсь. Вот интересно, в июле, месяц назад, это была школа в Риге, протоколация школ, и я там участвовал. И он к нам приезжал в понедельник. Петров выступал перед нами, рассказывал. Он на самом деле, то, что ты говоришь, что он не участвовал в политической деятельности, это неправда. Но вопрос в том, что он перед нами выступал в понедельник, а он вторник во всех газетах о том, что он обыски, выемки документов и так далее. Очень интересное совпадение вопрос. Гипотеза, ну я сижу просто за Россией, смотрите, гипотеза, которую опять оцените. Есть люди, многие, которые говорят, не заслуга его, Наума, Николая, Ивана, что это вы хороший бизнес делаете, взять членов Совета предпринимательства, всем, да? Это вам позволит, вам создали условия, это не ваше. И вот он говорит, даже я могу прикладывать схему для того, чтобы противостоять от дворец. Это реакция собственной неспособности создать. Он сам не верит, он думает, что он может, поэтому ему позволили по этой условии. Да, 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 да. Он такой сейчас уехал, но на самом деле это вот феномен, вот эта вот ментальная ловушка бизнеса российского, да? Который вот да, он, да, Путин, да, царь, да, мы принимаем правила игры. Вот, насколько это, с вашей точки зрения, там, соответствия действительности, и насколько в Беларуси это распространено? Мои теории, что я послужил, в целом, в целом, в целом, в целом, в долгие годы, и до сих пор задают вопрос, где бы он взял деньги? Где он мог украсть? Мы же знаем его, понимаешь, где он мог украсть такие деньги, чтобы создать такой закон? Серьезно? Серьезно. Это серьезно? На уровне полковников там? То есть про тебя говорю, да? Это проекция собственной неспособности. Я не могу, значит, он не может, но расходность, он где-то украл. Это тотальная проекция собственной импотенции, не ночью. Мы говорим про теоретические ловушки, да? Помните этот контакт, да? Первый миллион только украсть. И вот это вот непонимание, как делать первый миллион, хотя можно его заработать честно своим трудом, и создает много-много в том числе творчества и отношения к бизнесу, предпринимательству, полисимейкеров. Потому что никто, я так понимаю, Легоровичу или Путину не объяснил, что на самом деле люди честно заработали эти деньги. Но у нас статистически, да, ИПР, когда сделали опрос, что нужно сделать, чтобы быть успешным предпринимателем в нашей стране. Первый, самый большой класс ответов, это именно иметь связи с государственными чиновниками. Я, Володя, говорил, что вот я почему про индивидуализм, когда он задавал вопрос, я понимаю, что к этому надо идти. Но 90% вот все даже цепи, которые Женя зачитывал, там, вот по этому ИПМ, и Фимора Стадома, говорят, что 90-90% населения действительно думает так. И Силосеевики и так же самоговорят, ну, я был в этой ситуации, когда он говорит, директору, говорит, ты еще не сидишь, но это моя недоработка. Он же ненавидит его, опять. Нет, он его ненавидит. Понимаешь, вот здесь, самое главное, что здесь нет эмоций. Здесь нет никакой эмоций. Здесь просто есть, понимаешь, паттерн такого вот мышления. И здесь вот, как бы, я согласен с этим Спотапенко, которого вот показывает, что он говорит, предприниматель это частный случай гражданина. Вот если этот момент внедрить, что это тоже такой же гражданин, и он просто зарабатывает по-другому, вот тогда это будет первый счет индивидуализма, тогда понимание этих вещей. Но у нас вот эта коллективная, скажем так, что из бульбы нельзя сделать миллион, да, вот оно очень серьезно. С другой стороны, ну, как раз таки, через Герславу, через Климус, это вот все везде идет, через эти клубы. Но оно вот для основной массового населения, потому что, видите, когда люди приходят за зарплатой, и в том числе и силовики, они просто получают хорошие зарплаты, хорошие пенсии. То они будут это защищать, потому что это их родное, это базовый принцип, который треугольник там сбрасывает, что есть безопасность, чтобы оба не было варене, и чтобы была хорошая заплака. Обещают, значит, все хорошо. И это инфантилизм, я с этим соглашусь. Но ситуация все равно будет меняться. Сегодня известна масса информации. Помните историю Чижок, да? Да, да. И компания. Как припад носили, как там в чемоданах носили, передавали непонятные схемы, какие-то наличные. Это на что? А как, боже, это народ должен думать? Да, да, только там. Если ближайшее окружение, и вот эта верхушка так поступает, даже в Сибирь бизнеса стоит поступать, кто-то с чемоданах носит кофе. Если ближайшее окружение, как контр-пропагандировать, как контр-пропагандировать. Смотрите, можно я помню, что это чисто белорусский феномен. Все уже, как бы, за счет того, что цена маленькая, это вот в Грузии еще это более, вот мы видели, да? То есть, они говорят, вот сюда не ходи, мы сюда не ходим. И Чичхелу это не покупать, потому что они того цвета, это для туристов, да? Вот примерно то же самое. Всем примерно там, с небольшой разницей, мы как-то считали, даже с Ярославом тогда, да? Что в Белоруссии иногда не честь укропожатия, а три. Да, потому что мы все очень короткие. Да, очень короткие связи. И поэтому очень быстро есть вот то, что на самом деле происходит, и то, что подается. И вот это вот, оно такое вот, я не знаю, местечковое, деревенское. Но вот этот вот культурный феномен, он есть. И вот это вот разделение, как бы, и есть, да? Объединяться, я вот, мне очень понравилась позиция, которую Наум сегодня сказал. Договариваться придется. Но можно, можно тоже. И по-другому нет. Потому что вот Наум сказал, да, что потрясения бизнесу, да, не нужны. Но какая есть сегодня опасность, да? У нас сегодня в Республике Беларусь сформировался круг бизнесменов-приспособленцев, которых устраивает данные правильные гриви. Но что получается? Для того, чтобы создать некие правильные гриви, бизнесмены, они пытаются приспособиться к этим властным неким новым изменениям, платить, может быть, больше налогов. Но вот эти бизнесмены, они не готовы свои затраты сделать меньшими, да? Они не готовы жить хуже. В связи с этим, они начали меньше платить своим работникам, они начали делать менее социальные пакеты, и это в стране не приводит к развитию бизнеса. Потому что они сидят на своих заработанных мешках, открывают своего котика, достают пару долларов, платят там меньше работе и так далее, и у нас сегодня заработные планы катастрофически падают в частных компаниях. Потому что владелец хочет жить хорошо, отдыхать на канале, но они готовы инвестировать в сотрудников, и вот это в Беларуси болото, оно покружает. Я не согласен с вами, поскольку я общаюсь с этим кругом, вот самым виртузом мелануского бизнеса, всякая дружба и близость к солнцу, очень много стоит. Нам социальные нагрузки такие, или дворец построить, или город благоустроить, мы тебе дадим вот это, да вот подарим, но ты должен сделать это, 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 и еще желательно вот это. Поэтому я слышу их мнение о том, об этих подарках и прочих. Речь, в первую очередь, о малом, потому что не говорить о больших гигантских, мы говорим о среднем. Виктория и Боббадача. Средний, они даже у меня остались. Мне кажется, или мы сейчас говорим о второй составляющей, о первом веке, о гуманизме, если, конечно, то есть в гуманизме, и директором предприятия, гуманизме чиновников, гуманизме каждого конкретного человека в республике Беларусь, которого не считают человеком, да, индивидуальностью. То есть то, чего у нас нет, индивидуализм. Отношение к каждому человеку в нашей стране как к достойному субъекту гражданского права. Будь ты инвалид, будь ты слепой, будь ты студент, будь ты женщина, или там доярка. Я вот о чем сейчас хочу сказать. Что субъекта отвечает человеку, который не знает, каким образом, да, сильно обременены заботы о государстве, бизнесмены, получающие огромные дотации, если вдруг в парке Горького в Минске вместо электростанции первой в стране, которая первую лампочку зажгла, появляется недокимпинский и убивает полностью комплекс площади Победы, то есть подавляет вообще... Тот же самый Чиж. Да, я говорю про конкретного Чижа, который, я понимаю, еще больше получит губерант, так сказать, как это, говоря, приоритет обратка, или как это, говоря, за то, что человек сумел в угоду своим собственным коммерческим интересам растоптать геройство Великой Отечественной войны, политиков, которые ему являются звезда на площади Победы. Самого красивого в мире площадь. Совершенно верно. Я хочу сказать, что так, как должны... Я не услышал, давайте... Я хочу обратить внимание, что мы должны говорить людям не только о том, что их должны ценить и уважать, но и о том, что каждый из них должен также ненавидировать отношения ко всем остальным... Это очень интересная тема. Друзья, внимание, я сейчас заканчиваю на празднике. На самом деле мнения этих предпринимателей они во многом схожи, кое в чем расходятся. Я тоже знаю практически не всех белорусских предпринимателей, всех, кто входит в высоту. И, наверное, предметом ежедневной работы является общение с ними. Да, много приспособленцев, много людей, которые поприкусили языки, опасаются входить в объединение. Наивное рассуждение, что нечто произойдет само собой, рассосется. Наивное представление, что если в бизнес надо вкладывать, то в создание, в конструкцию диалога бизнеса власти можно не вкладывать ничего, ни собственных ресурсов. Но, откровенно говоря, да я это прожру, раздам родственникам, но ни за что не отдам никому и не вступлю никуда. И об этом был разговор на последнем закрытом совете по предпринимательству. Никто из них не входит ни в одну, практически, кроме некоторых человек, ни в одну бизнес-ассоциацию. А кто же тогда будет вести? Для кого бизнеса и власти? А где конструктивные идеи? А как использовать мнение аналитиков, экспертов? Как это доносить через СМИ, через гражданство общества? И получается вот такая бата, в которой гасится, и мы страдаем все, и государство, и бизнес, и власть, и мы теряем время. А есть еще понятие национальной конкурентоспособности. И в этом плане это беда Беларуси. Да, это местечковость, да, это убогость, да, это отсталость, которая не преодолеет за один-два дня. С этим надо работать очень серьезно и глубоко. Спасибо, друзья. Спасибо большое еще разжение. Спасибо всем, Станиславу, за эту сессию. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.